МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире телеканала ЖТСУ программа «Сегодня» и в ее студии журналист Антон Хатиновский. Речь сегодня пойдет о том, с чем сталкивается каждый родитель, чей ребенок ходит в школу буквально ежедневно. Вопросы образования. Как никогда они стали актуальны в период пандемии и период заболевания коронавируса, поскольку приходилось искать новые методы обучения и образования. С тем, чтобы узнать о том, как у нас сейчас обстоятся эти дела, мы пригласили к нам в студию прямого эфира. Кстати, каждый из вас может принять участие в нашей сегодняшней беседе, позвонив нам по телефону, код города Толдыкурган, 8-72-82-40-01-09. Звоните и задавайте свои вопросы. Итак, позвольте вам представить, Жаныл Магдановна Сулейменова, заместитель руководителя управления образования Алматинской области. Здравствуйте! Очень приятно, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, первый вопрос, естественно, такого характера. Как повлияла пандемия на современное образование и с чем в первую очередь столкнулись наши педагоги? Ну, надо сказать, что очень хороший вопрос в связи с тем, что пандемия повлияла не только, наверное, на образование в нашей республике, но в целом во всем мире, потому что мы никогда не сталкивались с тем, что вынуждены были перейти на новый формат обучения. Да, наши педагоги и учащицы должны были в кратчайшие сроки прийти к тому, что они будут обучаться уже в режиме стриминга. И на эти задачи мы приложили все свои усилия, чтобы выполнить эту задачу. И тем более, надо сказать, что по линии Министерства образования и науки также, мы знаем, 4-й четверти и 6-го апреля проводились уроки и по телевидению, по двум республиканским каналам, и наш областной канал ЖИЦУ тоже делал ретенциацию по нашему региону. И в целях оказания методической помощи с использованием и как используются образовательные ресурсы и платформы, мы проводили обучающие семинары, вебинары, курсы для наших уважаемых педагогов. Также мы проводили в онлайн-режиме управления образованием, все районные и городские отделы образования, работу с нашими учащимися и родителями. Потому что ситуация оказалась такой, что необходима была психологическая подготовка не только нашим учащимся, но и тем же педагогам, и в особенности нашим уважаемым родителям. И в этой связи в каждом районном центре, в каждом районном отделе, городском отделе работали колл-центры, также в управлении образованием, куда мог обратиться каждый учащийся, каждый педагог нашей области, также родитель попросить помощь и получить ответы на свои вопросы. И вот на сегодняшний день, если считать, с первой четверти поступило более 400 звонков. В основном они казались, конечно, приобретение компьютерной техники, гаджетов, приобретение формы или не приобретение этой формы. Все эти вопросы, конечно, мы решали. Также попадались вопросы социального характера, потому что очень многие родители проживают на квартире, недостаточно средств. Эти вопросы мы тоже решали совместно с местными исполнительными органами. То есть достаточно большая работа тут проводилась. Скажите, пожалуйста, ну в целом, если говорить так, на ваш взгляд, насколько оказалась система образования готова к переходу вот на такой новый метод работы, скажем, в экстремальных вот таких ситуациях, в кратчайшие сроки? Хотя речь о том, чтобы образование шло у нас онлайн, говорилось об этом давно, и Министерство образования, насколько всем известно, еще пару лет назад задумывалось над этим вопросом, что необходимо все-таки нам выходить на просторы интернета и заниматься образованием посредства этого. Вы знаете, надо сказать огромное спасибо нашим уважаемым педагогам, которые сумели в кратчайшие сроки перестроиться. Все наши педагоги, их более 41 тысячи, они прошли обучение, учусь учить дистанционно. Это обучение провел Центр педагогического мастерства АО Назарбаев интеллектуальной школы. И надо сказать, что 1 сентября мы встретились, скажем так, во всеоружии, потому что все лето мы занимались анализом и мониторингом, сколько у нас детей нуждается в компьютерной технике, у сколько их детей есть компьютеры, ноутбук или планшеты, есть доступ к интернету, и что делать в этой связи. И поэтому на 1 сентября мы выявили группу наших детей, это около 59 тысяч наших учащихся, у которых абсолютно не было никакой компьютерной техники, никаких гаджетов. И надо сказать, что республиканский бюджет тоже выделил огромные деньги, 8,6 миллиардов тенге на приобретение 55 686 компьютерной техники. На сегодняшний день из них мы приобрели 33 133, доставка у нас идет до 30 ноября. И надо сказать огромное спасибо Акимову области, Амандыку Габасовичу, которые выделили 4 миллиарда тенге на приобретение 24 тысяч ноутбуков. И на сегодняшний день мы приобрели уже 93%, небольшая часть осталась, и все это мы раздали нашим детям. И особого внимания, конечно, мы обратили на социально уязвимые населения. Это дети из многодетных семей, это дети-сироты, дети, оставшиеся без опеки, и дети с инклюзией, дети с особыми образовательными потребностями. Мы постарались сделать все возможное от нас, и на сегодняшний день проблем нет. Тем более, надо сказать, что ведь в штатном режиме у нас работают школы, есть у нас дежурные классы. Так что дети, которые сидят дома, они полностью на сегодняшний день обеспечены необходимыми инструментами для получения качественного образования. Что такое дежурные классы? Мы часто слышим дежурные классы. Кто туда может попасть? Да, это была рекомендация по имени Министерства образования. Дежурные классы – это не более 15 детей по заявлению родителей. И это касалось начального звена 1-4 класса, потому что учитель, если, допустим, детей больше, чем 25, он дважды приходит на занятия до обеда, после обеда, с соблюдением социальной дистанции, это 1,5-2 метра, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Эта школа обязательно должна соблюсти все эти меры. И вот эти все школы, где у нас работают дежурные классы и штатный режим, они все обеспечены необходимым оборудованием. Это и тоннели, это санитайзеры, это все средства для влажной уборки. Все то, что необходимо для сохранения здоровья наших детей и наших педагогов. Вот говоря, вернемся к разговору о гаджетах, ноутбуках. Как получают их? На какой основе? То есть как-то вопрос у людей возникает, естественно. Как они получают его? То ли им государство дарит, то ли вы предоставляете варенду? Я вас поняла. Почему? Потому что когда мы четвертую четверть начали, мы уже раздали более 23 800 компьютеров, которые были в школах, остро нуждающимся. Были вопросы, что это во временное пользование или как. И мы провели большую информационно-разъяснительную работу, что это государственный бюджет, это государственное имущество, и школы передают во временное пользование для прохождения дистанционного обучения. Об этом все родители знают. И все то, что мы приобрели за лето, и сейчас еще идет вот у нас добор компьютерной техники, это все во временное пользование. Потому что они все находятся на балансе государственных учреждений. То есть при школах. И при колледже. Наши родители об этом знают и с пониманием к этому относятся. Вы знаете, зная, что вы очень следите за тем, что происходит в социальных сетях, не могли, наверное, не замечать того, что буквально с начала пандемии появилось, вот когда перешло образование у нас в режим онлайн, дистанционное обучение, появилось такое видео, когда наши школьники вынуждены уезжать там где-то куда-то от села, студенты где-то в горах, где-то еще. Ну, действительно, несколько жуткие кадры. Но как сейчас на самом деле обстоят дела, и что для этого сделано? Какие организации помогают, может быть, или наоборот тормозят этот процесс? На самом деле, да, в социальных сетях, особенно вот в четвертой четверти, очень долго, наверное, недели две показывали один и тот же сюжет, это Кербалакский район, где студенты не только, допустим, двух наших колледжей, но и студенты Алматинских колледжей или высших учебных заведений Алматы, они сидели у ограды школы, потому что школы обеспечены интернетом на сегодняшний день, что они там выезжали куда-то на машине, на какие-то сопки, ловили. И мы сразу же подключились, начали вести переговоры, и надо сказать спасибо исполнительным органам Кербалакского района, Акиму района, который сумел с оператором переговорить, установили две дополнительные вышки, и сейчас ребята вот больших сел имеют возможность спокойно выходить в интернет. Да, на сегодняшний день среди студентов наших колледжей есть дети, их не так много, 1335 студентов, которые живут в очень отдаленных селах, где нет возможности провести интернет, и все провайдеры отказываются от этой затеи. Это в Раимбирском районе несколько сел, Кигенский, Сарканский, и в Игорском районе четыре села. И эти студенты получают образование через АО «Коспочту», то есть в бумажном формате и обратная связь таким же образом. Либо же если у них есть возможность выйти каким-то образом в WhatsApp, то и через WhatsApp тоже идут мессенджеры. И надо сказать, что и в общежитиях наших колледжей на сегодняшний день 780 детей у нас обучаются. Это 278 студентов, которые обучаются в штатном режиме. У нас один из колледжей на сегодняшний день, так же, как и некоторые школы обучаются штатно. А остальные студенты, это у которых нет возможности дома подключиться к интернету. Им обеспечены все условия, есть компьютерная техника, есть воспитатели, есть педагоги, которые с ними работают, и они у нас продолжают обучение. Я считаю, что очень много вопросов, и я каждый раз объясняю, что у нас все школы, все учреждения образования обеспечены широкополосным, высокоскоростным интернетом. Тем более за время лета, с КАСС целиком мы переговорили, нам областной бюджет выделил 18 миллионов, и мы повысили от 4 до 10 мегабит в секунду интернет в 80 школах. И надо сказать, что это вопрос, прежде всего, наверное, к местным исполнительным органам, но по привычке все почему-то решают обращаться к нам, почему вот я проживаю по такой-то улице, а у меня нет интернета. Ну, надеются, что образование в данном вопросе, наверное, сильнее лоббирует интересы своих школьников. И в то же время мы понимаем, что есть дети, это 9% у нас детей, 38 900 учащихся, вот мы для них сейчас приобретаем роутеры, на сегодняшний день какая-то часть доставлена, но заказчик должен доставить до 30 ноября, областной бюджет нам выделил деньги, 730 миллионов тенге, и эту задачу мы тоже выполним. Я думаю, проблем не должно быть. Спасибо за содержательный ответ. Я напомню, что телефон прямого эфира, код города Талдыкурган, 872-82-40-0109, звоните, задавайте свои вопросы, которые вас интересуют касательно системы образования Алматинской области. Продолжим наш разговор. Естественно, школьники, студенты, они не все время заняты учебным процессом. Естественно, что без досуга здесь никак. Значит, работают ли сейчас какие-то кружки, секции для школьников, проводятся ли дополнительные занятия какие-то педагогами для того, чтобы детей занять в свободное время и немножечко их все-таки от улицы отвлечь, потому что они, закончив занятия, куда? На улицу? Да, у нас в области 40 учреждений дополнительного образования, из них 6 частных. На сегодняшний день 24 учреждения доп. образования работают штатно, с охватом детей 8352 ребенка. Также дистанционно обучаются более 10 тысяч наших учащихся именно в доп. образовании. Это различного рода кружки, секции. Но надо сказать, что в то же время, 3 сентября нынешнего года, добыл приказ Министерства образования и науки о том, чтобы до 1 января в стенах школы прекратить массовые культурно-спортивные мероприятия. Почему? Потому что скопление нам невозможно, вы знаете. И, наверное, важно сохранить, прежде всего, физическое здоровье наших детей. Потому что я считаю, что, наверное, я понимаю, да, родители немножко подустали, они мечтают о том, чтобы двери школы открылись, об этом и педагоги тоже мечтают. Но, наверное, стоит немножко набраться терпения и выждать время, когда мы будем совершенно свободны от COVID-19 и сможем также радостно и счастливо ходить в школу, как и раньше. Скажите, пожалуйста, насколько активны вообще в воспитании своих детей сами родители на сегодняшний день? Вы знаете, очень хороший вопрос. Вот я сегодня тоже была на одном совещании при Нуратане, там тоже задавали этот вопрос. Я сказала, вы понимаете, ведь важно, чтобы родитель участвовал и в образовании, и в воспитании своего ребенка. Я говорю, мы тоже были детьми, мы тоже приходили со школы, делали уроки, но в то же время с нами родители играли во всевозможные игры. Есть настольные игры, очень хорошие, качественные, есть замечательные книги. Можно даже просмотреть замечательный детский фильм, который учит добру, который учит патриотизм, любви к своей родине. Можно, в конце концов, чтобы родители вместе с детьми вышли на прогулку, занялись каким-то физически активным отдыхом. Это тоже очень многое зависит от родителей. Я думаю, наши родители в основе своей не очень нам помогают. Они сознательно помогают нам. Да, они в какой-то части стали, наверное, педагогами, тоже какой-то опыт приобретают, и мы очень им благодарны. Но я считаю, что физическое и психическое здоровье – это, прежде всего, обязанность наших уважаемых родителей, и они должны создать все условия. Я думаю, что полтора-два часа времени каждый из родителей должен найти для своего ребенка. Чтобы установить взаимопонимание. Конечно. И почему? Потому что мы же понимаем, что не только родители испытывают психическое давление от этой ситуации с ковидом, а, прежде всего, наши незащищенные дети, потому что психика еще неровновешенная. И в этой связи именно они должны быть первыми помощниками. Чтобы помочь, мы нацелили наши педагогов, чтобы они работали индивидуально, чтобы помогали не только нашим учащимся, но и с родителями. Потому что, я понимаю, ситуация очень-очень непростая, но мы достойны из этой ситуации вместе с родителями выходим. Спасибо большое. В последнее время широкое обсуждение в обществе занялся новый законопроект, который касается семейно-бытового насилия. Дело в том, что период жесткого карантина, ограничительных мер, эта проблема всплыла все-таки на поверхность. Хотя она и раньше существовала, но как-то, наверное, в более-менее меньших масштабах, потому что дети могли куда-то там обратиться, находились в школе, а сейчас все это варится, скажем так, в собственном соку в доме. Скажите, пожалуйста, чего коснулись основные изменения в данном законе, и что сейчас может быть за такие действия? Ну, во-первых, я хоть и не юрист, мы ознакомились с этим законом, он состоит из 49 разделов, и очень много в этом законе сказано про взаимодействие и координацию. Извините, пожалуйста, я вас перебью, у нас есть телефонный звонок от нашего телезрителя, и, соответственно, вопрос. Говорите, пожалуйста, в эфире мы слушаем вас. Повторите, пожалуйста, вопрос. Не слышно было. Прервалась связь, к сожалению. Итак, продолжим наш разговор. Вот сейчас это не совсем закон, это проект закона, который обсуждается, и там замечания правительства должны быть, он должен пройти экспертизу юридическую, научную экспертизу про их законы. И там поднимается вопрос о том, чтобы создавать управление по делам семьи. Но будут созданы, не будут созданы, это вопрос времени, скажем так. И в то же время депутаты наставили на том, чтобы органы опеки, которые у нас есть в районах городских отделов, они перешли это в новый государственный орган. Но были поправки, мы считаем, что это нельзя делать, потому что школы ежедневно сталкиваются с проблемами именно внутрисемейных отношений. И ребенок, родители, они всегда рядом с каждым педагогом и с каждым руководителем школы. В то же время там же предполагается, в соответствии с подпунктом 1, 11 пункта 2 статьи, предлагается создание служб поддержки семьи на базе молодежных центров. У нас, вы знаете, в области, в каждом районе есть молодежные центры. Мы считаем, что это довольно резонно и довольно логично, тем более если учитывать, что по составу, ведь большую часть сейчас семьи составляет именно молодежь. Именно молодые люди отправляют своих детей, особенно в начальность звеной, или в первый класс, или в четвертый, или в пятый. И они будут наделены функциями по работе с молодыми семьями, содействия молодежи, подготовки к семейной жизни. Я думаю, что это хорошая норма. В то же время было очень много нареканий со стороны общества о том, что не слишком ли другие государственные органы залезут в частную жизнь человека, который имеет, допустим, супругу, супруга или детей. Но я думаю, что все-таки закон необходим, потому что действительно мы сталкиваемся, и на сегодняшний день мы имеем цифры, которые говорят о том, что детей продолжают обижать, детей насилуют, детей теряют, дети погибают. Вот у нас на сегодняшний день, хоть и низкий процент по сравнению с прошлым годом, но все равно 62 случая несчастных, это дети тонут, дети погибают при пожаре, в авариях. То есть идет какая-то полная, наверное, безответственность со стороны взрослых. И в то же время есть факты насилия, когда это делают ближайшие люди по крови, скажем так, это ближайшие члены семьи. И в этой связи, я считаю, этот закон нужен, но я думаю, что необходимы какие-то корректировки, наверное, еще будут, наверное, сделаны дополнения, чтобы все-таки мы и семью сохранили. То есть мы не должны глядеть, как все это делается на Западе, да? На Западе уже... Отобрали ребенка и делов, то есть семью разбили, и все нормально. Да, отобрали, семью разбили, и потом, вы же знаете, что там как-то намеренно или нацеленно, на мой взгляд, это субъективное мнение, разрушается вообще институт семьи. Там уже родитель номер один, номер два, уже ребенок сам должен признать, кто он вообще, какого пола. То есть и гендерная проблема здесь. А я считаю, что это не очень правильно, потому что нам, пусть казахскому народу, русскому народу, людям, которые прожили в СССР, есть чем гордиться. У нас есть вековые традиции, у нас есть уважение к старшим, у нас есть опека младших, у нас есть уважение к своим родителям, у нас есть любовь и забота к своим детям. Я думаю, вот эти моменты мы тоже должны учесть. То есть не все то, что есть на Западе, мы можем принять и сказать, что все это замечательно. Вот у меня несколько такое критическое отношение. Я считаю, что мы не должны забывать о том, кто мы по ментальности. Мы, если сохраним семью, значит, мы сохраним и будущее Казахстана. То, что делается на Западе, вы сами видите. Замечательные слова. В общем-то, мне по душе ваша мысль. Достаточно интересная. Спасибо. Вот понятно, что сейчас, в этот период, раньше, я помню, у нас мы постоянно и сотрудники нашего телевидения, новостного блока, выезжали, снимали всевозможные рейды, когда сотрудники, представители образования, полицейские, различные другие правозащитники ходили по домам, проверяли, как дети там находятся, в каких условиях. Ведется ли сейчас такая работа? Ведется. Да, надо сказать, что даже в условиях пандемии мы два раза в месяц все районы и городские отделы образования, естественно, они не одни с нашими школьными инспекторами, с участковыми, с ИДНщиками, они проводят рейды. Это дети в ночном городе, подросток, потому что на сегодняшний день около 300 родителей у нас оштрафованы по административному кодексу за то, что дети находились в неположное время, в неположенном месте, а присмотр за детьми это, прежде всего, обязанность родителей. И надо сказать, что эти рейды помогают выявить детей, когда узнают причину, тут же оказывается по линии всех социальных служб, там и здравоохранение, там и мы, там и полиция, пытаемся сразу же решить этот вопрос, потому что разного рода бывают случаи, и каждый случай, он по своей сути уникален. В котором надо досконально разобраться. И вот у нас, к сожалению, время прямого эфира подходит к своему завершению. Последний к вам вопрос, наверное. Куда обращаться к нашим гражданам по вопросам образования? Ну и, естественно, несколько слов, пожелания для наших телезрителей. Ну, надо сказать, я вот выше еще говорила, что в каждом районном центре, в каждом районном отделе у нас есть колл-центры и в управлении образования. Все это у нас есть на сайте. В то же время есть и республиканский номер, это тоже все есть. В каждой школе у нас есть ящики доверия, где вот ребенок или родитель может опустить записку с каким-то пожеланием, либо с какой-то проблемой, чтобы ее рассмотрели. И всегда мы на связи круглосуточно. У нас мы работаем 25 часов в сутки, хотя все знают, что всего 24 часа. Ну, понятно, образно. Да, у нас нет выходных, поэтому мы всегда открыты для диалога с нашими родителями, с любым представителем государственного органа, с любым представителем неправительственных организаций. И в этой связи я хотела бы сказать, что нам очень здорово сейчас помогает НПО, который работает также в психологическую помощь, заказ. В этом году мы выделили из бюджета деньги на этот социальный заказ, и поэтому я думаю, что работа продолжится, будет еще точнее. Ну, а что я хочу пожелать? В условиях пандемии, прежде всего, я хочу пожелать всем здоровья. Прежде всего, я хочу пожелать, чтобы было мирное небо над головой. Прежде всего, хочу я пожелать, чтобы мы друг друга понимали, мы друг друга поддерживали. Потому что, конечно, критично можно сказать, можно написать, но я думаю, прежде всего, надо постараться себя поставить на место визави, чтобы понять, что он делает и как он делает, и прийти к какому-то единому мнению. Мы всегда открыты, мы всегда готовы помогать, и будем помогать. Всем я хочу пожелать просто крепкого здоровья, и чтобы мы себя передели. Спасибо большое вам за интересную беседу, Жанну Магдануна. Было очень интересно узнать и подчеркнуть что-то для себя нового. Я, в свою очередь, прежде чем попрощаться, пожелаю нашим телезрителям крепчайшего здоровья, ну и присоединяюсь к словам нашей сегодняшней гости. До следующих встреч в прямом эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова